Самое главное дело, что мы добились нужного нам результата. Игра. Конечно, хочется всегда играть лучше, намного лучше, забивать 5-6 мячей и выигрывать уверенно. Но это Лига чемпионов. Бенфика, я бы сказал, что сильный соперник. Но на нашей стороне было много факторов. Это и свое поле, и болельщики. И, судя по виду, сегодня было полкоманды в Бенфике замерзла еще до начала матча. Думаю, это тоже сыграло нам на руку. Но хорошо, что во втором тайме в конце минут за 20-30 от соперника подсел, немножко подустал. Мы включились, так что у нас хватило сил. Думаю, мы в хорошем состоянии физически, можно говорить. Ну и забили гол. Это, наверное, самое важное, чтобы победить. Нужно было забить, и мы это сделали. Вам лично тяжело было выходить в таком важном матче, при счете 0-0, когда нужно было просто любой ценой додавить соперника? Да ну как, тяжело, в принципе. В принципе, не первый раз в ХРУ в Лиге чемпионов, поэтому волнения ничего не было. Просто выходил с установкой, с целью, узнал, что мне делать на футбольном поле, чтобы помочь команде в данный момент. Старался по максимуму выполнить требования тренера. Не знаю, получилось, не получилось. Думаю, судить главному тренеру. Если бы не травмы, наверняка ваше появление на поле бы раньше состоялось. Ну, я уже должен был выходить с минуты, наверное, на 57-й, на 60-й. Но в этот момент, когда я переодевался, с травмой получил Гарсия и вынужденная замена, и Виктор Фазулин вышел по позиции. Уверенность была у вас в победе? Потому что у нас во втором тайме вначале поубавилось. Уверенность в том, что все будет хорошо? Не знаю, я всегда верю в «Зенит», всегда верю в своих партнеров по команде. Даже в тот момент, если бы даже мы пропустили во втором тайме, я бы все равно верил в нас до конца, что мы сможем переломить ход этой встречи. Как теперь оцените ситуацию? Пока еще турнир не доедут до конца, но на данный момент. Да ничего, все зависит от нас. Это плохо, когда зависит на театре, что соперники играют. А если честно, даже без разницы, как сыграют Монако и Байер, потому что надо будет ехать во Францию с одной целью, победить. Считаю, что это вполне реально и возможно, чтобы больше нас в этих трех турах в чемпионате России не преследовали травмы, чтобы наши лидеры не получили это повреждение. Олег, в национальном плане тяжело удалось в ночь? Ну, я думаю, да, то, что с Кубани получился предыдущий тяжелый матч, мы выиграли 1-0, сегодня тоже, думаю, где-то... Ну, конец сезона уже можно говорить, что эмоций уже не так много, как в начале сезона, но мы все профессионалы, все понимаем, что это наше любимое дело, и всегда выходим с улыбкой на лице и играем в удовольствие. А как вообще после таких матчей возвращаться в такую рутину, как чемпионат России? Ну, едем в Саранск на искусственное поле, но, не знаю, у нас тренер нам поставил задачу, перед тем, как мы приехали из сборной, это сократить, оставить отрыв 7 очков в чемпионате России и выход из группы Лиги чемпионов. Сыграем эти матчи и уже, может быть, что-то говорить, но переключимся, думаю, завтра восстановимся и поедем в Мордовию, в стадию тоже победить. Можно на классе обыграть в Мордовии? В Зениту? Я думаю, сейчас уже нет чемпионата России, команды все за каждое очко борются, упираются, поэтому, думаю, тем более на искусственном поле, там будет намного прохладнее, чем в Питере, правда, не смотрел погоду, но ничего страшного, все будут в одинаковых условиях. Субтитры создавал DimaTorzok